всем привет я вернулась домой после работы решила записать это видео почему я решил записать потому что у нас много поступает пациентов с диагнозом коронавирус и я знаю всем уже надоела эта тема но я просто хотела как бы рассказать что происходит что это на самом деле очень легко пациентов становится все больше и больше вот и те средства которые есть а самозащиты нужно ими пользоваться вот в частности это карантинной самоизоляции это очень здорово помогает чем меньше мы общаемся с больными людьми тем лучше вот и естественно частый метеорук мылом и водой и также санитайзером и санитайзер если там количество вернее процент спирта если 60 процентов и выше это очень хорошо вот единственная по дороге вчера заехал в магазин купить продукты я заметила как один мужчина пользовался этим санитайзерами и я конечно так как бы краешком глаза посмотрела я не стал уже подходить но он себе чуть-чуть вот так вот взял и стал размазывать маленькой такую капельку вот этого санитайзера вот но когда пользуетесь санитайзером лучше чтобы она хорошо помогло вам убить все эти микроорганизмы на руках то наберите такое хорошее хорошее количество как бы ложится в руках вот потом в течение 20 секунд пытайтесь все это хорошенько 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 вот так вот механически втирать в руки вот и у нас когда руки мокрым у нас всегда желание или помахать руками или вытереть об что-то это этого делать не нужно надо выдержать хотя бы 20 секунд как я уже сказала хорошенько между пальцами вокруг ногтей все это втереть вот и вот вот этот спирт и разные химикаты которые содержатся в этом санитайзера вот сейчас момент еще как бы когда вы механическим воздействием вот так вот растираете свою кожу все которые микроорганизмы прилипли на вашу кожу вот так вот их как бы извлекайте из уголков и везде все можно извилин из всего из вашей кожи в общем вот теперь ведь у меня руки теперь сухие вот и можно продолжать дальше чем я занималась вот насчет санитайзеров так как вниз содержит а в них содержится спирт это сильно сушит руки поэтому я если есть возможность предпочитаю мыть руки мылом и водой но и все равно чтобы там ни было все равно это все слушать тем более на работе мочи очень часто моем руки пользуемся санитайзерами и у медиков всегда сухие руки вот микротрещинки в коже обычно открывает доступ еще лучше доступ всех этих мир микроорганизмов поэтому я всегда стараюсь держать и на работе и дома хорошие крема жирные такие но не то чтобы жирный жирный обычно я наношу перед сном и одеваю перчатки но вот днем я люблю вот этот крем по нет родина причем это не реклама это то что мне нравится вот эти вот этими я пользуюсь вот любри даром обычный в общем какой бы крем у вас не был под руками мажьте вот и чем суше кожа тем больше всяких микроорганизмов прилипает к вашим рукам поэтому следите за своей кожей рук особенно в эти дни вот еще я заметила как люди носят маски сейчас чаще это очень хорошо обычно все вирусы или другие микроорганизмы бактерии которые вызывают заболевания верхних отдыхательных путей пневмонии все остальное корона вирус на данный момент это как бы люди заболевшие люди они чихают разговаривают в это время их слюна может вылететь и попасть к воздушно-капельным путем вам лицо вернее на лицо вот через нос вы можете вдохнуть вот и вот эти маски они как бы служит барьером между вами и вирусами вот но я заметила что вот вот эти маски они обычно хирургически одноразовые есть у них две стороны одна белая другая голубая оранжевая зеленая розовые разные цвета в общем разноцветные вот люди нас а почему-то одевают вот эту цветную сторону внутрь не все но я заметил есть некоторые а я видел некоторых людей вот хочу сразу поправить вот цветная сторона всегда остается наружи вот и вот здесь вот это металлическая планочка небольшая вот она остается на переносе она переносится носа завязывайте завязочки вот но верхняя и нижняя и ясно как потом вот это вот растягивайте маску вот эту железку на носу и и как бы плотно чтобы она прилегала вы должны ее специально по форме носа себе поправить вот и вот как вы только надели эту маску а забыла перед тем как надеть маску вы должны опять же помыть или руки с мылом и водой или почистить руки санитайзером вот или обработать имеется ввиду не почистить обработать руки санитайзером вот надевайте маску и не трогайте маску все вышли на улицу сделали свои покупки или просто прогуляю все что вам надо было это сделать не трогайте эти маски потому что если кто-то рядом с вами прошел чихнул или что-то сказал если вот эти воздушным капельным путем какие-то вирусы распространились в воздухе остались вы прошли они все на маске теперь на бак а между вами и вашим лицом вот этот барьер вот когда вы прикасаетесь к маске снаружи все эти микроорганизмы остаются на ваших руках и потом когда вы прикасаетесь а к лицу вот так вы сами себя и заражаете поэтому как только вы вернулись домой опять же мой теле руки и осторожно вот зовут эти завязочки развязываете и не прикасаясь к снаружи на к наружной части маски снимайте маску и вот так вот выбрасываете если это матерство и маска которая должна стираться вы также за эти вот эти а завязочки бросайте в стиральную машину и и не трогайте переднюю часть потому что вся эта зараза осталась на этой маске вот теперь край карантин то что не подходить к другим естественно надо соблюдать дистанцию я например всегда стараюсь и смотрю даже на работе когда иду по коридору то если кто-то передо мной я стараюсь соблюдать дистанцию хотя бы два метра вот чем больше тем лучше вот еще когда я возвращаюсь домой а я всю обувь и сумки куртки вот это все оставляю в гараже конечно не у всех есть гараж особенно если вы живете в апартаментах то желательно выделить небольшой уголок и вся обувь в которую вернулись домой с улицы надо ее снимать и все равно без разницы какой у вас есть дезинфицирующее средство я например с клороксом у меня есть спрей я вот этим спреем сбрызгиваю обрызгиваю все подошву обувь свое а сумки вообще протираю клороксом у меня сумки все из кожи я стараюсь когда на улицу выхожу кожзаменитель без разницы как какая сумка вот а вот этими клороксовыми салфетками протираю самое главное например если вы обрабатываете вот этими с клорок с хлоркой поверхности дверные ручки включателя от света и все остальное то и всегда читайте инструкцию потому что обычно люди быстро быстро протирают и еще сверху любят протереть другой тряпкой с водой вот но надо читать инструкцию там если написано 4 минуты должно оставаться на поверхности вот этот обрабатывающие средства вот это хлоркой вот или золи ли чем вы не знаю или спирт даже между прочим даже 70 процентный спирт очень тоже полезен для уборки вы его тоже можете пользоваться этим спиртом в общем дайте а поверхности высохнуть и только потом если хотите потом просто водой с тряпкой протереть можете протереть вот я обычно первым делом как только домой возвращаюсь как я уже сказала оставляю свою обувь оставляю сумку и куртки и сотовый телефон ключи кредитки все тоже протираю хлоркой или если сотовый телефон вы не хотите протереть хлоркой но у меня есть защитный экран поэтому я не боюсь а если у вас телефон без защитных там экранов или специального футляра то можете как бы сбрызнуть спиртом и осторожно протереть мягкой салфеткой вот еще что я заметила на улице люди ходят в перчатках это в принципе нормально если хотите носить и перчатки но я еще наблюдал за женщиной в супермаркете она надела перчатки и ходила по супермаркету трогала все что полки там продукты и вот это все и потом мне кто-то позвонил она в те с теми же перчатками открыл свою сумку взяла телефон ответила рядом с ней стояла ее дочка ходила вернее 3-4 лет и она дотянулась до телефона когда мама закончила разговаривать и взяла это телефон в руки я подумала ну зачем тогда вообще перчатки нужны если ребенок который после этого телефона который вам только что трогала с перчаткой с руками в перчатках которыми она прикасалась до всего остального в магазине а ребенок потрогает потом пальцы в рот вот и даже мне кажется если конечно требует чтобы одевать перчатки нужно было одевается но я например когда иду в магазин и я беру с собой санитайзер и перчатками я ношусь потому что ношение перчаток это как бы придает нам такое фальшивое чувство самосохранения как бы вот у меня же перчатки так что в чем разница но я недавно читала что психологи наблюдали за людьми и люди обычно в течение часа не меньше 15 раз касались лица своими руками вот представьте если вы по привычке думать а у меня же есть а перчатки на руках и прикасайтесь к лицу чешите себе нос или глаза все у вас все что было на перчатках это все идет в глаза а вот когда у вас вы руками до чего-то касайтесь но до этого вы пользуетесь санитайзером вот это все помогает вот убивать все эти микроорганизмы на руках поэтому если конечно некоторые магазины сейчас требуют носить перчатки то носите но будьте осторожны правда я попыталась когда мне сказали в одном магазине в супермаркете вы должны одеть перчатки я искал аллергии на них вот но они мне ничего не сказать правда на меня так посмотрели я вам показала санитайзер я говорю вот у меня есть санитайзер я обработаю сразу свои руки вот а насчет масок я согласна я ношу маски везде где возможно вот потом у меня в инстаграме пару людей спрашивала а где можно купить маски n95 я если честно даже не знаю где их можно купить нам обычно если надо их выдают на работе вот но в тех масках дышать вообще невозможно если у нас были случаи когда мы оперировали канделом и это тоже вирус который передается например когда его выжигают он а вот когда прижигают какой-то кожи человека вот этот все распыляется воздухе аэрозольным методом и мы вдыхаем вот эти вирусы они не умирают и мы вдыхаем потом это канделома начинает расти у нас врачи у медсестер в носу в горле вот так вот чтобы вот это предотвратить миносим это на n95 маску но в нее как я уже сказал во первых вы да а у нас есть специальный тест когда мы меряют эти маски потому что есть а большое средний и маленький размер а я нашу маску маленького размера и как я уже сказала она специально их приходит наши специалисты как они называются безопасности по моему да по-моему я уже забыл какой называется этот отдел вот оттуда специально два специалиста приходит они ежегодно нас меряют там например потому что люди кто-то худеет полнеет в общем размер меняется вот еще с этими n95 масками мужчин обычно не разрешают а мужчинами не разрешают иметь бороду у нас а анестезиологи которые интубируют пациентов у кого была борода во время а вот этого вспышки пандемии ковид или коронавируса им сказать что они должны побриться и естественно они побрелись потому что вот это n95 маска должна плотно прилегать к лицу и как вы уже видели по интернету наверное а медсестры в италии в других странах даже в америке я кстати неделю назад когда у нас открывался нам наш новые одно отделение потому что у нас нету операции сейчас пос а новая день и после анестезии отдали для целый этаж для пациентов которые заболели короны вот их туда сейчас госпитализирует в это отделение вот и я им помогала вот это оснащение вот это все перенести и нам нам сказали что мы в тот день должны были носить эти маски потому что говорили что может поступить пациент вот и мы целый день ходили в масках я домой пришла у меня все лицо вот это вот красные пятна вот эти вот следы на лице в общем это было во-первых я целый день мучилась дышать не могла но раз нам надо работать мы работаем причем те люди которые работают с этими пациентами к чему я веду им дышать целый день надо в этой маске так что это мучение вам она вам эта маска в принципе даже не нужна я поэтому удивляюсь зачем даже вообще спрашивать я бы я ее нашел так как я вынуждена по работе но например если я не работаю с этими пациентами которые позитивные на корону я обыкновенно вот такую машку маску нашу и все нормально вот еще как я уже сказал насчет одежды когда я прихожу домой на на работе выносим другие а другая униформа у нас это моя своя я обычно в ней на улице хожу до работы возвращаться но я всю одежду этого нам не свежим обычно так который одежда я прихожу и как я сказал уже оставляю в гараже вот еще я пользуюсь вот этой ли золи и специально для стирки и вот это ли золи у меня только для одежда которую я нашел в госпиталь вот для курток для всего этого вот и это помогает тоже как бы ну какие-то типы вирусов микробов и микроорганизмов бактерии вот это все помогает убивать вот обычную одежду я этим не стираю еще если у вас нету никаких этих препаратов лизу лизу или хлорекс опять же не проблема обыкновенная хлорка вот такая вот разведите 250 миллилитров нет сейчас 950 миллилитров а хлорки и по-моему две или три столовые ложки сделайте слабый раствор и протирайте себе все что вам нужно а если у вас а на пороге есть кафе если пол рядом с порогом сделан из кафеля или из таких как бы главное чтоб не из дерева или даже сидели но покрашена вы можете даже постелить вот такой вот полотенце каком-то старая обрызгать вот этой хлоркой и когда заходите оставляйте обувь там вот потом а пульт телевизора а тоже желательно протирать а или сбрызгать спиртом что еще но вот все что часто вы касаетесь я например а вот эти а по выходным всегда все поверхности где я часто мы касаемся в течение дня все недели я имею ввиду дверные ручки раковина экран вот это все хлорка всегда обрабатываю вот что еще а насчет а иммунитета в общем было уже вы наверно тоже слышали было замечено что люди с иммунитетом независимо от возраста от коронавирусу могут заболеть и умереть вот было по италии вот этот вирус и в китае все говорили что только престарелые здесь это уже вирус очень сильно мутировался адаптировался вот и теперь не только те люди которые в возрасте но молодежь тоже подвержена заболеванию и если даже здоровые были некоторые здоровые молодые люди они тоже умерли вот ну а если тем более возрасте и есть какие-то хронические сопутствующие заболевания сердечно-сосудистые или легких диабет вообще если иммунная система не в порядке то во-первых само заболевание проходит тяжелее вот если человек здорово это может пройти просто как грипп вот интубации не нужно а многие пациенты у которых как я уже говорила или с возрастом и с другими сопутствующими заболеваниями их надо переводить на аппарат искусственное дыхание потому что легкие отказывают а люди не могут дышать вот и поэтому их нужно интубировать и проблема в том что когда у нас анестезиолог он читал очень много исследований насчет короны вот он говорил что в италии из-за того что там не хватает вот этих аппаратов искусственного дыхания там даже выбирали между людьми они смотрели так этот возрасте например очень много заболеваний так что даже если мы его интубируем то он может не выжить и поэтому предпочтение отдавалось более здоровым и молодым это все конечно печально и надеюсь у нас до этого не дойдет но чтобы это до этого не дошло вот пожалуйста защищайте себя пользуйтесь всеми этими методами возможными методами которые существуют вот и естественно карантин самоизоляция мать урок ношение маски уборка вот это все должно нам помочь и я очень надеюсь что скоро мы вернемся в нормальное русло жизни мы начнем опять делать наши операции вот и никто больше болеть не будет и мы пойдем на спад самое главное сейчас вот китай уже открыл отменил свой карантин люди спокойно уже ходят по улицам я очень надеюсь скоро у нас это тоже настанет этот день вот главное самое главное берегите себя берегите своих любимых и знакомых друзей и будьте здоровы не болейте я очень надеюсь что все будут в хорошем здоровье до свидания спасибо пока подписывайтесь и смотрите мои видео будущее до свидания отменил свой карантин и также во вторых